СВЯТОУСПЕНСКАЯ СВЯТОГОРСКАЯ ЛАВРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРАВОСЛАВНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СЕДМИЦА С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ 2022 ГОДА СЕДМИЦА ШЕСТАЯ ПО ПАСХЕ В ЭТИ ДНИ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТЯНИ ЧТЯТ ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОГО ИОНА ОДЕССКОГО СВЯТЫХ ОТЦОВ СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНАЗЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА АРХИЕПИСКОПА ХАРЬКОВСКОГО И ВСЕХ НОВОМУЧЕНИКОВ СЛОБОДСКОГО КРАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ ЦАРЯ КОНСТАНТИНА И МАТЕРЕ ЕГО ЦАРИЦИ ЕЛЕНЫ СВЯТЫХ ОТЦОВ ПЕРВОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА ТАКЖЕ ЦЕРКОВЬЮ МОЛИТВЕННО ВОСПОМИНАЕТСЯ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ МЕТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО, МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ЧУДОТВОРЦА И СОВЕРШАЕТСЯ ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНИЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК 30 МАЯ ЦЕРКОВ МОЛИТВЕННО ВОСПОМИНАЕТ ПРАВЕДНОГО ИОНУ ОДЕССКОГО Он родился в 1855 году в Одессе. Его отец был диаконом и умер, когда мальчик был в трехлетнем возрасте. Вскоре умерла и мать Гликерия. Она желала, чтобы сын пошел по пути отца, поэтому с раннего детства отдала его прислуживать в храме. Опеку над сиротой взял дядя, а потом и бывшая няня, которые приютили беспризорного ребенка и отдали в школу, а затем в духовное училище. После окончания обучения Иона женился и был рукоположен в Иерея. Он вдохновлял всех своим служением и проповедью. Верующие чувствовали в нем великого молитвенника. Для паствы он был и отцом, и наставником, и духовником. Дом священника был открыт для всех скорбящих и обездоленных. Он прекрасно знал людей, читал их мысли, проникал в души. Всех умело направлял к добродетельной жизни, к искреннему раскаянию в грехах. Особенно отец Иона покровительствовал сиротам, многих кормил, одевал. Был со всеми ласков, внимателен. В 1923 году был арестован за борьбу с обновленчеством. На следующий день православный народ окружил местное советское управление и потребовал освободить священника. Власть в страхе беспорядков отпустила любимого всеми пастыря. Скончался праведный Иона Мирнов в 1924 году. Проститься с дорогим сердцу старцам пришло более 20 тысяч людей. И уже после смерти по молитвам к праведнику верующие получали исцеление и помощь в скорбях. В 1997 году были обретены честные мощи, которые сейчас находятся в Успенском соборе Одессы. Во вторник, 31 мая, православная церковь чтит память святых отцов семи вселенских соборов. В IV веке христианство стало государственной религией Рима. После страшного времени гонений началась эпоха вселенских соборов. Собор представлял собой совет священноначаля поместных православных церквей, на котором решались догматические, канонические и литургические вопросы. Они собирались в самые сложные исторические периоды жизни церкви, когда волнение в христианском мире ставили православный народ перед выбором. Могучая эпоха с IV по VIII столетия создала догматы и законы, которые непререкаемо совершаются в церкви сегодня. В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее было осуждено арианство и сформулированы главные догматы христианства. В 381 году на Втором Вселенском соборе в Константинополе был составлен символ веры, который неизменно звучит за каждым православным богослужением. Это время породило великих учителей церкви – Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Афанасия Великого, Николая Мирликийского, Спиридона Тремифонского и многих других. Но и после краха орианства на целостное свероучение церкви еще не раз покушались создатели множества других ересей – нестарианство, монофизитство, монофилитство. Церковь отвечала на это новыми соборами, где писались догматы, опровергавшие ложные учения о Боге. Так формировался кодекс православной догматики. Завершилась эпоха Вселенских соборов в 843 году окончательной победой над ересью иконоборчества. Это событие, называемое торжеством православия, Святая Церковь отмечает в первое воскресенье Великого Поста. Среда, 1 июня – день памяти благоверного Великого Князя Владимира Мономаха. Он жил в XII веке, был князем Черниговским-Переяславским, а после смерти отца Всеволода Ярославича в 1113 году стал Великим Князем Киевским. Своё прозвище он получил в подражании деду по матери, византийскому императору Константину IX Мономаху. Благоверный князь охранял земли Руси от половцев, совершавших частые набеги. Провёл ряд реформ, занимался упорядочиванием законодательства. Его правление связано с укреплением Киева и временным приостановлением княжеских усобиц. Святой князь развивал письменность. По его поручению была сделана вторая редакция повести временных лет. Ему принадлежит знаменитое поучение, составленное из трёх частей. Рассказ о своей жизни в назидании детям. Письмо брату Олегу Святославичу, с которым ему пришлось сразиться за Чернигов. И заключительная молитва. В ней благоверный князь пишет. «Вера моя Бог, прибежище мое Христос, покров мой Дух Святой». Также в этот день православные христиане молитвенно воспоминают священномученика Александра, архиепископа Харьковского и всех новомучеников Слободского края. Он родился в 1851 году в городе Луцке, получил прекрасное светское образование и окончил юридический факультет. После смерти матери, святой решил уйти в монастырь и в 1899 году принял пострих в Московском Донском монастыре, где был рукоположен ваиромонаха. Позднее был назначен наместником Донского монастыря и возведен в сан Архимандрита. Во время революции и безбожной власти, Архимандрит уехал в Полтавскую губернию. Там он стал настоятелем скитской церкви бывшего Козельчанского женского монастыря. Скит образовался, когда обитель и все храмы поблизости были закрыты. Служили с ним 12 священников, нашедших здесь пристанище. Были между ними подвижники, певцы и проповедники. В 1932 году храм закрыли. Отец Александр уехал в Киев, где служил наместником Никольского монастыря. В том же году был хиротонисан воепископа, а впоследствии возведен в сан архиепископа. В мае 1937 года перемещен на Харьковскую епархию. В это время один за другим закрывались храмы. Вскоре открытым остался только свято-казанский храм, в котором служил владыка. На богослужениях бывало столько народа, что причащение длилось несколько часов. 28 июля 1938 года архиепископ Александр был арестован и приговорен к 10 годам заключения. После суда владыка содержался в тюрьме. О его страданиях и мученической кончине знает один Господь. Тюремный персонал свидетельствовал, что он был убит в заключении. В архивной же справке, датируемой 1940 годом, указывается, что архиепископ Александр умер в тюремной больнице. На юбилейном архиерейском соборе 2000 года состоялось общецерковное прославление священно-мученика Александра. Его святое имя вместе с именами всех новомучеников Слободского края внесено в месяцы словы для молитвенного поминания. Каждый год Украинская Православная Церковь с глубоким благоговением совершает память прославления своих бесстрашных исповедников православной веры, священно-мучеников и победоносных мучеников, положивших в годы истребительных репрессий на алтарь Церкви Христовой и ее непобедимого торжества свою жизнь. В четверг, 2 июня, Церковь празднует Вознесение Господне. Этот двунадесятый праздник православные христиане отмечают на сороковой день по Пасхе, воспоминая восшествие воскресшего Господа Иисуса Христа воплоти на небо. Это событие описывается в Евангелиях от Марка, Луки и книге деяний апостолов. После Пасхи Спаситель неоднократно являлся ученикам и Богородице. Он удостоверял их в истинности своего телесного воскресения, укреплял их веру и готовил к принятию Святого Духа. Наконец, Христос вывел учеников из Иерусалима в Вифанию на гору Елеон. По пути Христос рассказал об устроении своей церкви на земле. На вершине горы Спаситель разъяснил апостолам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Он благословил всех, а затем начал возноситься на небо. Ученики поклонились своему вознесшемуся Учителю и с радостью вернулись в Иерусалим. Разлука обернулась торжеством, надеждой для всего человечества, началом строительства церкви земной, где столпами предстояло стать апостолом. Также в этот день Святая Церковь празднует обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского, Московского и всея Руси чудотворца. Он родился на рубеже XIII и XIV веков, около 1300 года, в тяжелую для народа эпоху татарского ига. В 1320 году принял монашеский пострих в Московском Богоявленском монастыре и более 20 лет подвязался в той обители, смиренно проходя иноческие послушания под руководством опытных в духовной жизни старцев. Благочестивая жизнь и высокий ум инока Алексея привлекли к нему внимание митрополита Феогноста, святителя Московского. Он поручил праведнику заведовать судебными делами церкви. В конце 1350 года святитель Феогност рукоположил святого Алексея во епископа Владимирского, подготавливая его в преемники. Владыка Алексей пользовался большим уважением у великого князя и бояр за мудрые советы в делах. Когда приставился митрополит Феогност, великий князь московский Иоанн Иоаннович по соборному постановлению избрал митрополитом святого Алексея и послал его на посвящение в Царьград к святейшему патриарху Филофею. Филофей благословил святого Алексея взойти на митрополитчью кафедру. Возвратившись в Москву, святитель Алексей принял на себя управление русской церковью и неустанно трудился на этом поприще 24 года. Несмотря на смуты, он всячески заботился о своей пастве, ставил епископов, устраивал общежительные монастыри, налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду. Святитель Алексей почил в возрасте 78 лет и погребен по завещанию в чудовом монастыре. Более чем через 50 лет честные мощи праведника были обретены нетленными чудесным образом. В деревянном храме, где находилась могила святителя Алексея, во время божественной литургии обрушилась крыша. Никто из молящихся и служивших не пострадал. Когда стали возводить фундамент нового каменного храма, то обнаружили нетленные мощи святого. Даже ризы на почившем святителе были совершенны, как будто их надели накануне. Мощи были перенесены в Архангельский собор, а в 1947 году перемещены в Кафедральный Богоявленский собор в Елухове, где они находятся и ныне. В пятницу 3 июня православные христиане воспоминают равноапостольных царя Константина и матери его царицу Елену. Они жили в III-IV веках. Римская империя в то время была разделена на две части – восточную и западную. Каждый управлял император и его соправитель. На востоке Диоклетиан и Максимиан Галерий преследовали христиан. А на западе Максимиан Геркул и Констанций Хлур проводили политику веротерпимости. Жена Констанция, царица Елена, была христианкой и воспитывала сына Константина в духе уважения к вере. После смерти царя в 306 году на престол взошел Константин. Правители западной части Римской империи решили низложить и убить его. Однако Константин в ряде воин с помощью Божией разбил всех своих противников. Через несколько лет император издал эдикт о веротерпимости во всей империи. Равноапостольный Константин возвратил из ссылки исповедников христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. После 300 лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру. По инициативе императора царица Елена отправилась во Святую Землю. Там в 326 году милостью Божией она поспособствовала обретению животворящего креста, на котором был распят спаситель. В Палестине святая царица приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери от следов язычества и воздвигла там христианские церкви. Животворящий крест святая Елена отдала на хранение патриарху. Часть святыни взяла с собой для вручения императору. В Иерусалиме она раздала щедрую милостыню и устроила трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала. Затем святая царица возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году. В конце жизни царь Константин принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Отошел ко Господу святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых апостолов в заранее приготовленной им гробнице. За свои великие заслуги перед церковью царица Елена и царь Константин названы равноапостольными. 5 июня, неделя седьмая по Пасхе, день Святых Отцов Первого Вселенского Собора. Первый Вселенский Собор был созван в 325 году в городе Никии при императоре Константине Великом. Основной его задачей было разоблачение лжеучения Александрийского священника Ария, который отвергал божество и предвечное рождение от Бога Отца, Сына Божия, и учил, что Христос есть только высшее творение, главного христианского догмата, на котором зиждется вера и церковь Христова. Ария поддерживал епископ Некомедийский, имевший влияние при царском дворе, поэтому ересь получила очень широкое распространение. На Первом Вселенском Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были Афанасий Великий, Спиридон Тремифонский, Николай Чудотворец и другие. Ложное учение Ария было блистательно опровергнуто архидиаконом Афанасием, который, являясь помощником Александрийского епископа Александра, сменил со временем своего учителя на кафедре. Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину догмат. Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков, и также вечен и единосущен с Богом Отцом. Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах символа веры. Подписывайтесь на YouTube-канал Светогорской Лавры, и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской и Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...